Итак, друзья, привет всем! YouTube канал Как в Америке Из моих последних видео вы видели то, что мы уже на босса не работаем Два таких боевых парня решили заняться собственным делом Мы сейчас оформляем документы На моем канале мы будем рассказывать о том, как мы оформляем документы Нужно получить бизнес-лайсенс, оформить страхование В первую очередь страхование, потом уже мы завозим заявки И нам будут давать бизнес-лайсенс Потом кофе, а потом опять страхование И коньяк Это после В общем, сегодня еще у нас решаются вопросы по страховкам Сегодня мы едем на собеседование с бухгалтером Сейчас хотели бы вам показать немножечко наших инструментов Мы закупили инструменты И, в общем-то, чтобы люди немножечко ориентировались Что нужно, если вот сам решил вот плиткой заняться в Америке Посчитаем примерно, сколько на что денег потрачено Обзор инструментов сегодня Самый основной инструмент плиточника Это пила Это плиточник Да Вот такую вот красавицу мы вчера купили Она стоила 850 долларов 841, если точно Еще в подарок миксер Кстати, вот жалко, миксер остался в машине Ничего, в следующий раз покажем Вот такой вот инструмент Здесь насосик Сюда в это вот корыто заливается вода полностью Подается насосом вода сюда вот И она В общем, DeWalt это самый хороший DeWalt это самый лучший инструмент Еще RIDGID есть, мы смотрели, но решили В общем, она пилит под 90 градусов и под 45 Здесь все регулировки есть, можно настраивать В обязательном порядке, конечно, для пилы используем, когда пилим очки Это 100%, потому что крошка от плитки летит просто ужаснейшим образом Вот, основной наш инструмент Ну, мы все покупали на двоих Скинулись, вот купили пилу Еще мы заказали ручной алмазный плиткорез Он в районе 292 доллара 20 баксов доставка 22 доллара налог И 250 долларов инструмент Вот 300, грубо говоря Вот Тоже потом покажем Красивый синего цвета Целая коробка мочалок Это для того, чтобы швы на плитке Вымывать красиво Что еще у нас здесь есть? Куча барахла Куча барахла, да Купили вот Вот эти спейсеры На швы 1,16 Немножечко толще Там 1,8 Вот эти вот тоже инструментики наши Вот такая вот новенькая для затирки швов 20 долларов на ebay Потом в магазине нашел вот такая Тоже хорошего качества за 11 долларов В магазинах Home Depot продаются вот такие Вот они неудобные Они ужасные И даром не надо И даром не надо Да, мы, наверное, выбросим вот эти вот самые лучшие Синее, красное Такие вот Вот Ну и мы Граут При затирке швов Замешиваем вот такой вот штучкой Руками уже не мешаем У нас Такая вот дрелька Мы ее тоже за полгода уже убили Кстати, удлинитель 73 доллара я покупал Наверное, полгода назад Не убили, а испачкали? Я еще убивать буду Ну да, испачкали Вот Удлинитель 73 доллара, дорогой Лазерный уровень В обязательном порядке Второй штука Хорошая штука У меня один такой настройки уже украли Пришлось второй купить 80 долларов В настройках часто инструменты Все надо подписывать Потому что угоняют Только так Налево и направо Не так часто 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 У меня болгарку еще угнали И купил Нужно было срочно Срочно 15 долларов заплатил Но она Работает 15 долларов Вот такой вот инструмент И алмазный диск На нее стоит Долларов 27 Наверное В обязательном порядке Для плиточника Полы Часто делаем Затираем швы Устанавливаем плитку на полы Вот эти вот наколенники Премиум Качество 50 почти долларов 40 с чем-то Может 47 Вот такие вот наколени Но они очень хорошие Здесь гелия Просто слой Такой наверное На сантиметра 2-3 Очень комфортно В них работать Ведра Одно ведро 3,5 доллара Что еще У нас используется Очень часто Используем фонарики Где-то бывает Темно Где-то бывает Нужно сходить в гараж За материалами Либо еще куда-то Такой фонарик Я купил 10 долларов Плюс еще Запасных батарей 4 вот такие Запасные батареи С зарядкой Я платил еще 8 долларов 18 долларов Мне стала Вот эта вот Игрушка Но я думаю За пару месяцев Она купится Батарейки дорогие Вот мой старенький На обычных батарейках Они конечно держат Дольше заряд Чем те большие И хватает на 8 часов Не больше Ну да И хватает часов на 8 А так вот 3 батарейки в день Вылетают А сколько стоит Упаковка Дюраселла Штук 10 Стоит Наверное Долларов 7 20 Сколько это набрал Упаковка Я не помню Ну в общем Все время батарейки Покупаются Но дорого Короче где-то 50 центов батарейка Не меньше Если 90 Гребенки Для нанесения Клея Разные У нас Вот такие Имеются Тройничок Вот такой Хороший С автоматом Мне мужики Настройки Подарили Я на офисе Nike Работал И мне Прораб Подарил Вот такой Я тоже Подписал Классная Штука Очень часто Еще нам Нужны Постоянно Вот такие Лезвия Блейды Тут называется Блейд Потому что Чистим Плитку После того Как плитку Установили Шовчики Чистятся Перед тем Как делать Граут И постоянно Постоянно Вот эти Болни Не нужны Они просто Уходят Очень часто Тоже Ножичек Вот такой Стоит В районе Десятки Десять Долларов И вот этот Вот блок Лезвий Стоит Тоже Наверное Долларов Десять То есть Такие Вот расходники Мочалки Кстати Мочалки Тоже Вылетают Очень быстро Особенно Эпоксидный Граут После обычного Граута Но еще Можно ее Помыл Использовал Помыл Использовал Несколько дней А после Эпоксидного Граута Последний раз Мы душ Затирали Эпоксидным Граутом На душ Ну Штуки Четыре Уходят И они уже После эпоксидного Граута Они уже Липкие Они уже Ну никакие Просто Становятся Вот Что еще У нас Здесь Ну Я уже У меня там В машине Еще остались Молотки Стамески Мы используем Часто Бывает Где-то Ну сейчас Я не знаю Сколько часто У нас будет Может быть И будет Демонтаж Мы ездили Часто По работе На демонтаж Использовали Вот такие Стамесочки Вот это Уже Крепкое Стамески Молотки Вот эта Стамеска Где-то Долларов Двенадцать Наверное Стоит Лампы Опять же Все время Работаешь Сейчас Светает У нас В районе Девяти Приступали К работе С шести Как правило Лампы Постоянно Нужны Постоянно Ну и Такой инструмент Алмазные Диски Для резки Плитки Диски По металлу Недорогой Доллара Полтора Два Стоит Еще У меня Здесь Наверное Нету Показать Очень часто Используется Постоянно Вот этот Узенький Белый Как это Тейп Он на бумажной Основе Он на бумажной Основе Когда Затираем Швы На плитке Часто Где-то Нужно Защищать Какие-то Поверхности На кухнях Шкафчики Деревянные Защищаем Где-то В ванных Тоже Стены Когда Уже Окрашены Вот такого Синего Тейпа Моточек Но он Где-то Два раза Будет Толще И Шире Стоит Шесть С половиной Бакса Да На это тоже Постоянно И это Такие Расходники Которые Постоянно Нужны Итого Вот еще Уровень Жидкостный Я не помню Сколько За него Наверное Долларов Двадцать Платил Ну тоже Плиточник Он нужен Очень часто Еще У нас Мы купили За десять Долларов По типу Миксера Вот этот Маленький Для Граута А большой Он Да Багажнике Остался Десять Баксов Он в два раза больше Для замешивания Клея Для плитки И еще Вот эта вот Ведерка Стоит Четыре Бакса Бывает То что Нету Где-то Ведерка А Использоваться Его Нужно И тоже Ну как бы Посмотрим Я думаю Сейчас Если мы Будем Самостоятельно Работать То Я думаю Эти расходники Не будут Сильно Такими Большими Затратами Да А это А это Это самое Главное Сюда Мы будем Складывать Наши Деньги Пока нету Пока нету Да Еще Пистолетик Для Силикона Как правило Тоже И на кухнях И в душевых Проходятся Еще полосочки Силиконом Аккуратненько Мы делаем Красиво Еще У меня Вот такая Классная За 12 долларов Купил Рулетка Она Авто Автолог То есть Ее высовываешь Она назад Уже сама Сама уже Не выдвигается Демонстрация Прибора И еще Друзья Подожи Пожалуйста Здесь уже У нас Не сантиметры Здесь Инч 1,2,3 Вот это Вот Инч Называется Мера Измерения И 12 Инчей Это 1 Фит Да И как правило Поделены Они на дроби Даже я уже Запомнил Ничего Здесь Учить Не нужно Здесь Все Написано Друзья Поэтому Не пугайтесь Всегда Приедете И рулетка Будет не в сантиметрах А в инчах А давай Наглядно Покажем Здесь Для наглядного Примера Здесь Есть У нас На пиле Да Вот Два инча В районе Пяти сантиметров Но оно Не ровно Вот Десятка И четыре Оно уже Чуть-чуть Есть Погрешность Видишь Смещает 6,15 Да Смещается Ну В среднем Вот Меня часто Спрашивают Сколько Стоит Положить Квадратный Метр Плитки Потому что Считается Здесь не в квадратных Метрах А в квадратных Фитах От 1 до 10 До 12 Да Один фит Да Точно И вот Такой Вот Представляете Квадратик 12 на 12 Квадратный Фит Короче В одном Квадратном Метре Получается 10 квадратных Фитах В среднем Да В среднем Не точно Но Без Без Процентов За вторым Нолем Да Ну и Цены Разные Сейчас Мы будем Работать Я думаю Что Это В среднем Около 6 Долларов Квадратный Фит Скоро Фит Да И Уже Будем Вам рассказывать Как у нас Получается Наше Новое Дело Ну как Дело Не новое Но Оплата труда И все остальное Режим работы Все уже Будет по другому Мы работаем Уже не по часам По квадратам Так что Друзья Спасибо Всем За просмотр Сейчас Мы едем Бухгалтеру Оформляем Документы И Мы будем Держать вас В курсе Событий Друзья Будет интересно Я вам обещаю Итого Подведя итог Для того Чтобы Купить Вот это вот Все Барахло Для старта Ведра Самые В кадр Ведро Просто Без ведра Никуда Ведра Основное Да Дальше Не замывать Ну да Основной Инструмент Конечно Это пила Плюс еще Ручной У нас Его сейчас Нету Остальное Уже Болгарки Дрельки Миксеры Все Вот это Вот нам Нужно Я думаю В районе Двух тысяч Долларов Пила Вот Самое Основное Восемьсот Пятьдесят Плюс Еще Ручной Там Тысяча Чем-то И вот Это Мелочи Такой Тоже Набегает Я думаю В районе Двух тысяч Долларов Вот это Все Стоит Опять же На двоих По тысяче Я думаю Для Америки По тысяче Для старта Конечно У нас Сейчас будут Большие Неудобства Мы будем Все это Возить По очереди Либо в Сашиной Сашином Сивике Либо в моей Кэмри Я уже Сегодня купил Несколько Новеньких Покрывал Чтобы Застилать Заднее Сидение Потому что Все это В багажник Сто процентов Не войдет И Немножко Первое Время Будут Неудобства Но Нас Это Не останавливает Все Друзья Всем Счастливенько Спасибо За просмотр Пишите Комментарии Если Остались Какие Вопросы Все Пока Итак Ребята Это Еще Не все Пока Мы Снимали Для вас Видеоролик Почтальон Принес Нам Вот Эту Посылку Вот Это Было Неожиданно И Очень Прикольно Саша Вскрывай Смотри Что Здесь Марк Иди Смотри Что Там Полагает Слушай Ну Вот Это Просто Такой Прикол Слушай Пока Мы Снимали Да Раз Выходим И Тут Еще Посылочка Для Нас 300 Долларов Внимание Внимание Смотри Смотри Что Там У меня Какая Игрушка Класс Красивый Ой Слушай Он Так Учистый У нас Настройки Они В клею Грязные Страшные Блестит Даже Сексавр Какой Красавчик Слушай Это же Премиум Класс Он Что На Пружинке Слушай Да С Увеличителем Ты Видел Да Это Первый Мой Станов Такой С Увеличительным Секвим Ну Это Слушай Я Ерунду Заказывать Не буду Это Плиткорез Премиум Класса Правда Насколько Его Хватит Не Известно Секундочку Мне сразу Очень интересно О Смотри Нету Нету Люфта Он Обычно Прямо С Лазерной Подсветкой Я Упаду В обморок Ручка Слушай Такая Удобная А что это Батарейки Я же тебе люблю Если он еще С лазерной Подсветкой Да Не Не Похож А для чего Это запасная штучка Для роликов Лезвие Да Вот это Алмазный Кружочек Для победитовых Роликов Слушай А ролик Нет он больше Это что то другое Ребят напишите в комментариях Как вы думаете Что вот это за штука Это как раз для него Да ну Не Не правда Ну а для чего будешь Слушай А вот эти ножки Тоже тема Да Большую плитку Чтоб она ровно лежала Но он не такой Как у наших ребят На стройке Он лучше Он лучше намного Здесь система просто И вот эти площадочки Они на пружинках Вот это что я рассказывал Помнишь Саша А Здесь пружинки Да Ну Сейчас плитки нету Показать вам Как он работает Ну Ну еще покажем Супер Ой красавчик Все Все Вообще Прям уже все Хочется работать Вот такая вот Неожиданность Произошла у нас Все друзья Теперь точно Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok